Время новостей Татарстана К службе готовы, а ждать их будут почти жены Когда российская армия не только призывает, но и зовет и манит Альбина Менебаева Эволюция подарков Оборачиваем, получается, то мясо Что сегодня дарят на 23 февраля Альбина Слагараева Подарок всем мужчинам на 23 февраля Золотая Алина Загитова 15-летняя фигуристка с татарскими корнями завоевала первую и пока единственную золотую медаль Олимпиады для России Главной соперницей Алины была еще одна россиянка Евгения Медведева Прекрасно откатав и произвольную программу, девушки оказались на высших ступенях пьедестала почета Загитова первая, у Медведевой серебро Надеемся, что это не последняя золотая медаль Ждем золото от хоккеистов Благодарю Лед за то, что он меня принял За то, что дал хорошо прокатать программу То есть я с ним тоже разговариваю Это как друг, можно сказать Сегодня у Дня защитника Юбилей столетия Отмечает Красная Армия Торжества идут по всей стране Винок могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены Взложил Владимир Путин Память погибших за родину Почтили и представители ветеранских организаций Церемония завершилась торжественным маршем Роты почетного караула И военного оркестра По традиции торжества по всей республике Начались возложения цветов Сейчас в Татарстане больше 2,5 тысяч ветеранов войны И почти 50 тысяч ветеранов тыла Только в Казани почтить память солдат Пришли несколько поколений военнослужащих А тех, для кого защита отечества Это профессиональный долг и дело жизни Салават Мухаммадуллин Строгий марш и красные гвоздики К вечному огню стекаются сотни татарстанцев со всех районов Среди них и полковник в отставке Ахмедзаки Ахмедханов Родом из Муслимунского района Почти 30 лет он отдал ракетно-зенитным войскам По стопам деда пошел и в ног Тоже было здесь сегодня Я говорю, давай, я его разбудил Я говорю, со мной вместе Я полковник, ты лейтенант Товарищ лейтенант, строй И он пошел со мной Их с каждым годом все меньше Ветераны Великой Отечественной Солдаты войны, участники сражений Сейчас в республике их 2,5 тысячи И почти полсотни тысяч ветеранов тыла Сегодня они вместе со всеми отмечают Столетний юбилей Красной Армии Почтили память своих коллег Сегодня несколько поколений военнослужащих Возложил цветы к вечному огню И вице-премьер Василь Шихразеев Так случилось, что в разные годы Нашу страну приходилось защищать И это делали традиционно мужчины, солдаты, воины Настоящие защитники Отечества И, конечно же, в особый этот день Особые слова благодарности, почета Это нашим ветеранам Цветы у вечного огня сегодня не только в Казани Но и во всех уголках республики Это символ памяти тех, кто, защищая Отечество Отдал свою жизнь Под звуки марша к памятникам пришли сегодня и в Челнах У вечного огня в мемориале Родина-Мать Сотни горожан Плечом к плечу ветераны и молодежь Для нас это вспоминания о прошлом В котором мы жили, работали 23 февраля по праву их праздник Тех, кто на благо Отечества стоял на его защите до конца Отдавая жизни, чтобы выполнить долг Салават Мухмадуллин и Шатаепов Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань, Набережная Челная По случаю праздника Рустам Мениханов обратился к татарстанцам Престиж военной службы, подготовка к выполнению воинского долга Этому уделяется большое внимание, отмечает президент Именно в Казани находятся высшие танковые и суворовские училища, где воспитали тысячи верных сынов Отечества В последнее время, благодаря решениям Владимира Путина, многое делается для развития оборонного комплекса нашей республики Произведенные на татарстанских предприятиях стратегические бомбардировщики, боевые вертолеты и катера Способствуют дальнейшему укреплению обороноспособности России Ролик с видеопоздравлением Рустам Мениханов выложил в Инстаграм Здесь уже прекрасный пол рассказывает, что сильные мужчины всегда рядом с ними Храните мир, берегите свои семьи, защищайте от всех невзгод своих матерей, жен и детей Пожелал президент всем защитникам Отечества Ровно сто лет назад, в этот день, по декрету народных комиссаров, началась массовая запись добровольцев в Красную Армию С тех пор у наших вооруженных сил не раз менялся состав, название, облик Путь длиною в век от штыка до штурмовиков проследил Дмитрий Аринин Брешь, не возьмешь! Трапай, не бра! Отражая наступление немецких войск, свой первый день рождения, 23 февраля 1918 года, встречает Красная Армия Собственно, красные ленты и повязки стали ее первыми знаками отличия Все же остальная форма и оружие, а это в основном шашки и винтовки, остались еще от прежней армии Первым собственным, с именем собственным, предметом формы Красной Армии стал суконный шлем со звездой, или попросту буденовка Прообраз буденовки связан с шлемами, потому что в многих странах, в первую очередь, это взято за основу русские шлемы, варяжские, русские шлемы Но ведь такие же шлемы были и в восточных странах, в том числе Золотой Орды, остроконечные шлемы Они напоминают как бы шатры и так далее, величие показывал воина Погоны же, как пережиток прошлого, с плеч красноармейцев исчезли Вместо них о званиях заговорили петлицы на воротнике Драпают фрицы! В свое 25-летие Красная Армия снова защищает нашу страну от немецких захватчиков Только теперь в этом солдатам помогают автоматы, каски и еще множество нового вооружения После победы под Сталинградом в нашей армии погоны снова в почете и все с теми же звездами Идя по пути прогресса, в 50-е годы ряды родов войск покинула кавалерия И в это же время появились, как их прозвали, крылатые кинжалы, ракетные войска Первый, пуск! Со временем броней, то есть облачением, что защищает от оружия, обзавелось и само вооружение Которое так и стало называться, бронетехника Сейчас ее широкий ассортимент, или говоря по-военному, арсенал К середине века Красная армия стала советской, а к рубежу веков – российской Солдаты попрощались с шинелями и пилотками На форме появились шевроны и нашивки Ушли в прошлые сапоги и портянки Изменилась область военнослужащего Выдаются подобные ботинки с высокими берцами Они сделаны из современных материалов, теплые В 2000-е, пару лет, на пике армейской моды была форма от Юдашкина Вот здесь вот на пузе будет погон Сейчас в эпоху офисных работников и в армии есть офисная форма Заменилась собой пофигневую форму одежды для солдата, для офицеров Современная форма одежды стала более компактной, более удобной Со временем все для фронта, все больше приобретает футуристические черты Но как бы ни менялась форма, главным, как признаются противники, остается содержание А это неимоверная сила воли и боевой дух наших воинов Дмитрий Иринин, Игорь Романов, Андр Сентальцев, ТНВ, Казань Историю хранят музеи Продумать формы их поддержки предложил сегодня президент Татарстана По его мнению, частные музеи также должны быть встроены в туристические маршруты и экскурсионные программы Об этом Рустам Иниханов говорил во время посещения и знакомства с экспозициями музеев в Казани Как корабль заложишь, так он и поплывет На Зеленодольском заводе имени Горького сегодня сразу два праздника В День защитника Отечества здесь торжественно заложили малый ракетный корабль Нарафаминск Это уже 11-е судно особой серии для Минобороны России Почему их называют маленькими и зубастыми, узнала Линзина Атулина Где еще частью праздничной сцены может стать фрагмент настоящего боевого корабля На готовом днище будущего судна теперь красуется блестящая закладная табличка С названием Нарафаминск в честь города воинской славы До славы самого корабля пока далеко Только в этом цехе над ним будут трудиться 250 человек Уже отработанный корабль, мы уже знаем как его строить, то есть будет пораньше Два с половиной года мы построим корабль, в 21-м году Малые ракетные корабли проекта 21-631 уже с 2010-го строят именно в Зеленодольске по заказу Минобороны страны Морские рубежи Отечества сегодня сторожат уже три таких судна в Каспийском и два в Балтийском флоте Маленькие зубастые, то есть способные выполнять любые задачи в любой точке Мирового океана При своем малом водоизмещении он оснащен комплексом Калибр Это крылатая ракета большой дальности На разных этапах строительства, кроме Нарафаминска, сегодня еще пять кораблей Сирии У нас есть желание все больше и больше строить, а мы с годами с вами набираем навыки Наш коллектив мудреет, наш коллектив муже становится и нашему коллективу сегодня уже 40 лет А в татарстанском правительстве уже думают, как использовать эти технологии не только в бою Для нас очень важно, безусловно, и наличие гражданской составляющей в этом судостроении И мы надеемся, что перспективы такие будут Пока же корабли настоящая гроза морей Служили они даже в Средиземном, успешно поражая базы террористов в Сирии Русский парень в огне не горит Русский парень в отец не тонет Лиза Анатольевна, Рина Сафин, ТНВ, Зеленодольск Праздник на посту, ведь в некоторых профессиях нет выходных Каждый день от их работы зависят тысячи человеческих жизней О людях, для кого быть настоящим мужчиной, это работа в сюжете Сергея Хайдарова Если у большинства сегодня праздник, им не до отдыха Максим Демагин в МЧС почти 13 лет По опыту знает, чем ближе праздники, тем сложнее на работе Люди отдыхают и порой забывают о мерах пожарной безопасности Число выездов порядка увеличивается Работы хватает в этот день и у казанских полицейских Даже сегодня никаких поблажек, патруль территории, отработка вызовов Некоторые особо опасны Дали заявку, бегает с ножом Мужчина прям выбежал с ножом на улицу Было вообще неадеквате 23 февраля напряженный день и для скорой помощи Более того, в праздничные дни медики выезжают в два раза чаще А особенно в вечернее время От обычной простуды до предсмертных состояний Причины вызовов самые разные Медики готовы ко всему Главное вовремя успеть на помощь Нужно будет сейчас лечь, еще раз померяем вам сердце, посмотрим И сахар померяем Госпитализация здесь не понадобилась Но так бывает не всегда Иногда эта профессия требует немалой решимости и мужества Три раза принимал роды в нашей машине Потому что не успевали мы никак доехать до роддома Все благополучно обошлось, ребенок здоров, пациентка тоже здоров Все нормально На своем посту, несмотря на праздник, сегодня и Тимур Кадыремятов На улице в минус 20 и так целый день Рассказывают, что из-за работы совсем забыл о празднике Напомнили автоледи Поздравляют с праздником, улыбаются, ведут себя более доброжелательно И в дождь, и в снег, в будни и праздники, а не на посту Говорят, иначе никак, ведь у происшествий не бывает выходных Сергей Хайдаров, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань На творческом посту сегодня и сотрудники ТНВ Ведь телевидение не уходит на выходные На телекомпании работают больше 200 мужчин, отдавших долг отечеству И более 40 имеют звание капитана На посту уже на телевизионном они и сегодня А для них защита родины скоро станет профессиональным долгом и делом чести День защитника отечества сегодня отмечают курсанты Казанского танкового училища Как истинные военные, они тоже живут в казармах и присягают на верность стране Как вчерашние подростки становятся настоящими мужчинами Об этом Рамиль Шайдулин Пять лет каждое утро курсанта Логачева начинаются с умывальной комнаты Как и всегда здесь почти стерильная чистота К порядку курсанты привыкают с первых дней Как и к распорядку Подъем, зарядка, завтрак, занятия Их дни расписаны по минутам Десятилетиями в училище традиционный уклад Вот и сегодня курсанты встали в 6.15 Заправили кровати, к слову, тоже по-особому Например, вот этот угол почти 90 градусов Иначе здесь никак во всем армейская точность В 13.40 обед, после личное время Это драгоценные минуты, которые будущий офицер может посвятить себе Курсанты собираются в комнате досуга Михаил выпускник Вскоре он получит диплом и уже в звании лейтенанта отправится на Кавказ Где по условиям контракта его ждут служебное жилье и личный состав Которым он будет руководить как начинающий офицер Есть такая профессия, родину защищать И знаете, это не просто слова Пять лет назад я сделал свой выбор Поступил в наше прославленное училище И ни капельки не жалею об этом Курсантам есть на кого равняться Целая плеяда выпускников казанского танкового Легенды российского военного дела 40 лет назад его окончил начальник российского генштаба Валерий Герасимов Старательный курсант так постигал военную науку Что иногда его совет опросили и преподаватели Прежде чем какое-то задание согласовать Он подходил к Валере и говорил Валерий, посмотри своим решением А как ты считаешь? Вот это правильно? Только после этого уже преподаватель выносил это на аудиторию В зале блеск значков и орденов В Казанском танковом училище подводят итоги всероссийских состязаний по высшей математике Победить здесь крайне престижно Ведь именно ум, считает командование, выделяет грамотного офицера Будущий офицер это командир Который прежде чем принять какое-то решение Должен всестороннего взвесить, рассчитать А знание математики это основа для принятия решений Ум, выдержка, точность действий А для казанского танкового еще и любовь к технике Сегодня только его стены выпускают танкистов командного профиля во всей России Поэтому и выпускники на вес золота в войне и в мире ждут профессионалов Рамиль Шайдулин, Игорь Романов, ТНВ, Казань Рекордное количество россиян хотят видеть своих родственников в рядах вооруженных сил Показывают данные ежедневного опроса в ЦИОМ Это более 70% респондентов 31% уверен в боеспособности вооруженных сил России Около трети наших сограждан считают российскую армию лучшей в мире Вооруженные силы сегодня воспринимаются как социальный институт Представляющий возможности роста По меньшей мере 7 тысяч татарстанцев ежегодно пополняют ряды вооруженных сил И это только срочники Одни служат потому что получили повестку Другие потому что считают это своим долгом А тех кого родина призовет И кто будет ждать даже на расстоянии сотни тысяч километров Альбина Минибаева Чуть больше месяца до призыва Адель Матыгулин вместе с девушкой Анастасия Ловит последние моменты вместе Сейчас вроде бы можно в армию смс писать Вот будем общаться когда иногда Вот эта фотография которую прислали из Казани Это их первая фотосессия была Три месяца челнинка Екатерина Кошкина в разлуке с парнем Пока ее молодой человек Александра в Севастополе отдает долг родине Она читает его письма Здравствуй котенок пол месяца за плечами В клеточку да мелким почерком Но все месяцы разлуки это самые близкие и любимые строчки Мне сказали быть сильной Вот не плачь поэтому Только скучаю У меня сейчас служит в армии Я вот всегда ее ношу с собой Пока Альберт на службе Эльза ждет Вот их фотография с последнего его увольнения 8 месяцев ожиданий Еще 4 впереди Год службы завершится А чувства и эмоции останутся Он согласился Это его решение Его поступок Я им очень горжусь Скучают о тех кто сейчас в пехоте В море и на небе Кто отдает свой долг родине И считает это важным для себя Прошлой весной 4 тысячи татарстанцев Пополнили ряды вооруженных сил И все меньше желающих отправиться на альтернативную службу И все больше тех кто выбирает небо Могут меняться популярные песни, репертуары Но среди тех кто служит и готов служить все так же в тренде Небо, космос и море Призывники стремятся попасть в десантные, военно-морские, ракетные войска И морской флот России Но с одним желанием стихии не покорить Тут важна и физподготовка Куда направить туда и пойдем Но хорошая физическая форма Поэтому готовим себя Развиваем У Глеба Анисимова пока тренировки в спортзале А после весеннего призыва Все подтягивания по указу Много рассказывали, то есть кто раньше был одно говорят, кто сейчас пошли, другое говорят И сложно делать на этом выводы Мне охота самому сходить и самому все посмотреть Пока армия испытывает на прочность тех, кто уже служит на подходе к испытаниям Те, кто готовится попрощаться на год Одни верят в силу мужества, другие в свои чувства Немножечко грустно Естественно, будем скучать, будем переживать друг по другу Да, очень люблю И я его дождусь Альбина Минибаева, Евгений Максимов, Марат Зайдулин, Альберт Шофигулин, Ишат Аюпов ТНВ, Казань, Набережный, Челный Настоящие мужчины-герои Это те, кто готов стоять на защите Отечества До самого конца отдавая свою жизнь История Романа Филиппова Который взорвал себя, чтобы не попасть в сирийский плен Татарстанца Марата Ахмедшина Он получил смертельное ранение в ходе боя в Пальмире Такие подвиги начинаются с малого И многое закладывается в детстве О героях не по годам Салават Мухаммадуллин Слушал крики тонущей девочки Подъехал, кинул сюда велосипед И прыгнул сюда Эта история случилась три года назад Пятиклассник Кирилл Цветков спас тогда тонущую девочку Помог, потом взял велосипед Поехал дальше в магазин Свою металь за мужеством получил в 12 лет Хотя сам говорит, какой из меня герой В мечтах он не супергерой, а как и папа, дальнобойщик Любой бы на его месте так поступил Мне кажется, не обошел бы стороной Он вообще, по идее, такой вот он Сам по себе, он отзывчивый мальчик Пан, Кирилл, спасибо тебе большое Ты герой на самом деле Какой герой? Другой бы так сделал Лучше даже Думаешь? Наверное Мама бы сейчас плакала, грустила бы Меня сейчас никто не смог бы спасти Это сейчас он, вспоминая свой поступок, понимает, что рисковал Но прошлым летом, как настоящий мужчина, забыл о чувстве страха Пятиклассник Женя Савельев спас тонущую девочку Ее на спину положил, отзыв взял, нырнул и поплыл Она наверху была, я внизу доплыл, вытащил ее Мама взяла ее, плакала, там ничего, взяла, взяла, ей помог лечить Это она мне ничего не сказала, взяла, одела ее, встала и уехала Так что, если кто-то из зрителей, та самая мама То не поленитесь съездить и сказать элементарное спасибо Ученику пятого класса среднедевятовской школы Он очень добрый, и поэтому я ни на минуту не усомнилась Что если бы случилось еще раз, он бы все равно полез и стал бы вытаскивать И, наверное, бы еще кого-то выручил Я пыталась продержаться подольше, в надежде, что кто-нибудь меня спасет Надежды влазьи оправдал Егор Дубровин Он нашел девочку уже на дне Зеленодольского озера Вытащил из воды и оказал первую помощь Это и спасло Никаких мыслей особо таких героических у меня не было в тот момент Просто спас девочку, посчитал, что так нужно вообще Они будущие защитники Отечества И, как подтверждают делом, эти парни еще странцам на плечах Мужчиной становится не по годам, а по поступкам Слава от Мухмадулина Мерзалешу в ТНВ Высокогорский Лаишевский район, Казань Сегодня женщины стараются быть пооригинальнее А мужчины ждут чего-то необычного Ведь Эра Носков, пен для бритья прошла Какой он самый правильный презент на 23 февраля? Выясняла Альбина Асалгараева Форель Все мясное, все такое Еще его называют бутербродным тортом Он такой сытный, вкусный, мужской Такой вот брутальный набор На смену сладким десертом Мясной торт Рыба и мясо Кондитер Эльвира Бочкарева говорит, что по гастрономическому этикету Его состав гармоничен Мужской желудок вообще может все переварить А гастрономические разнообразия Даже больше нравится мужчинам Чем просто колбаса, например Еще одна смена тренда Дарить мужчинам букеты Съедобные Мясные закуски, оливки, овощи или морепродукты Все зависит от того, что любит мужчина Популярные букеты сушеной рыбой и пивом С радостью их жены, девушки Пишут сообщения, что им так понравилось Что им было так приятно Есть надписи, жарят как надо Мясо готовлю я Борода все решит И твоя стена, моя спина У каждого фартука не только свой стиль, но и характер Подарок пригодится для мужчин, которые любят готовить и занимаются разными ремеслами А значит, это не просто фартука, а помощник в деле Мы полностью функционировали под мужчин То есть фартук должен носить полностью мужской характер Для этого мы сделали специальный карман Лямки определенной длины и кнопки А здесь 23 февраля мужчины сами выбирают себе подарки Во-первых, у редкой женщины есть разрешение на ношение оружия А оно нужно для приобретения И во-вторых, местный товар, дорогостоящий Есть пистолеты, ружья, автоматы По 100 и по 200 тысяч рублей Дешевле ножи, бинокли, походные наборы Мужчина же не покупает Как показывает статистика, мужчины прекрасно помнят, что, когда и кто им дарил Это мы проверили на примере мужчин ТНВ Дверь в кабинет была опечатана туалетной бумагой Мы ее сорвали, открываем дверь, а там снова везде туалетная бумага Все парты, стулья в туалетной бумаге Самый странный подарок, который я получал Это, пожалуй, пена для бритья Потому что на тот момент мне было 14 лет Подарки от одноклассниц кружки И эту традицию продолжили и мои родители, и моя жена И теперь в моем доме очень много кружек, целая коллекция собралась Ну какие подарки, такие воспоминания Думаю, что наш сегодняшний подарок мужчины ТНВ запомнят надолго Только мы с горем по полю идем С горячими поздравлениями Альбина Слагараева, Рамзель Гарипов и Марат Зайдулин ТНВ, Казань Далее подробнее о погоде на завтра Я же прощаюсь с вами до следующего выпуска Он выйдет 21.30 Всего вам доброго и с праздником Добрый вечер, время новостей спорт на ТНВ Студия Алмазга Фиатов Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпийских игр в Южной Корее Команда Олега Знарка в полуфинале оказалась сильнее чехов Первый период заставил немножко понервничать российских болельщиков Команды атаковали много, но шайб забросить не смогли В этом плане показательной стала вторая 20-минутка Сначала Никита Гусев счет открыл, а дальше Владислав Гавриков удачно замкнул передачу Ивана Телегина В конце встречи точку поставил Илья Ковальчук Итоговый счет 3-0 в пользу олимпийских атлетов из России За сборную Чехии, напомним, выступал игрок Акбарса Иржи Секач Он сможет побороться за бронзовые медали Олимпийский финал пройдет в Юнчхане 25 февраля Тем временем Рубин продолжает комплектовать свой состав Клуб подписал долгосрочный контракт с 21-летним полузащитником молодежной сборной России Игорем Коноваловым Футболист будет выступать за нашу команду под 15-м номером В этом сезоне Коновалов сыграл за Кубань два матча Кубка России, 23 матча ФНЛ Отметившись одним голом и двумя передачами Напомним, что до этого в команду вернулся Кристиан Нобуа Он выступал за наш клуб на протяжении пяти лет Вместе с Рубином выиграл два чемпионства Кубок и Суперкубок России Эквадорец, давно ставший в Казани своим, забивал и отдавал голевые передачи В важнейших матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, Чемпионата России Став настоящим любимцем болельщиков А завтра во дворце спорта состоится товарищеский матч команды Ice Fighters Со сборной ветеранов хоккея Республики Игра пройдет в поддержку Олимпийской сборной России В состав команды Ice Fighters вошли прославленные советские и российские хоккеисты Олимпийские чемпионы и призеры Среди участников Александр Якушев, Вячеслав Буцая, Виталий Прохоров, Александр Густов и Владимир Гуликов Также на льду в Казани можно будет увидеть многократного чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова И капитана команды КВН сборной Рудуэн Сангаджи Тарбаева, а также многих других Матч пройдет во дворце спорта начало в 17.00 И это все новости спорта к данной минуте Всех с Днем Защитника Отечества До свидания Здравствуйте В Татарстане подморозило, особенно это заметно в ночное время Подробнее о погоде после полезной информации Спонсор показ и изготовитель корпусной мебели на заказ Компании Данил Мастер Ваш мужчина ждет от вас большой и нужный подарок Закажите ему шкаф-купе Данил Мастер поздравляет с Днем Защитника Отечества И дарит в феврале 20% скидку Город Казань, улица Восстание 23, телефон 2, 167-166 По данным сервиса Яндекс.Погода На юго-востоке, в Бугульме, Балуе и Ознакаево Облачная погода с прояснениями Местами со снегом и около 13 градусов ниже нуля На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге Переменная облачность и минус 15 На севере Татарстана, Мензелинске, Агрызи, Менделеевске Местами выпадет снег и 14 градусов со знаком минус На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтаси Стопыки термометров покажут Минус 15, временами выпадет снег Жители юга-запада республики ожидают облачную погоду с прояснениями Временами также со снегом и 13 градусов ниже нуля Жители центральных районов Татарстана Ожидает переменная облачность и 14 градусов со знаком минус В последующие дни морозная погода сохранится Одевайтесь теплее, берегите себя Спонсор программы и выставочный оператор Союзпромэкспо Приглашает посетить выставку Екатеринбург Халяль Экспо Со 2 по 4 марта в центре международной торговли Все о халяль индустрии, качественных продуктах и технологиях Екатеринбург, улица Куйбышева, 44 О погоде в Казани Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями Временами выпадет снег Температура воздуха минус 14, минус 16 Ветер западный до 4 метров в секунду Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба Влажность воздуха 78% Магнитное поле земли спокойное Это все информация о погоде В студии была Лейла Латыпова С праздником вас, дорогие мужчины До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова